Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров. И сегодня мы поговорим о заключительных партиях матча на первенство мира в Лондоне. В 11-й партии Магнус Карлсон имел белые фигуры и попытался искать счастье после хода Е4. Теперь опять возникла русская партия, в которой в отличие от предыдущего поединка, где Магнус отступал конем на Д3, случилась классическая таби после коня Е4, конь С3. Одна из самых популярных позиций на сегодняшний день в русской партии. И Каруана, безусловно, был готов к такому повороту событий, решил применить план с разносторонними рокировками. План, безусловно, достаточно вызывающий с одной стороны, но имеет достаточно крепкую репутацию. Более того, черные имеют свою контрагру, связанную с надвижением пешек на ферзьевом фланге. И после слон Д3, С5, ладья Е1, слон Е6, Магнус не слишком амбициозно сыграл король Б1. Ранее встречался ход слон Ж5, а именно в партиях Сергей Карякин Харикришна и Гири Матылев. И в одной из партий Сергею удалось даже добиться успеха. Карякин Харикришна здесь неаккуратно сыграл А6 и получил проблему после взятия на А6. Ну а Матылев сыграл более аккуратно и завершил партию в ничью. После хода король Б1 последовал достаточно разумный классический ход ферзь А5. Черных напали на мат в два хода. И Магнус, естественно, раскусил эту адскую ловушку, сыграл С4. После чего произошел быстро размен ферзей. И, по сути дела, партия очень быстро пришла к полному ее уравнению. Черные очень аккуратно защитились от хода конь Ж5. И выясняется, что белым ничего не остается, как попытать счастье после хода конь Х4. Таким образом, белые хотят отъесть хотя бы одного из слонов, что даст, безусловно, преимущество в Эншпиле. Но после ладья Е8, конь Ж6 и конь Ж4 очень важный ход от черных последовал. Выясняется, что после взятия на Е7 ладья Е7 не так-то просто защитить пешку на Ф2. То есть нет хода Ф3, нет хода ладья Ф1. И, в общем-то, приходится играть ладья Е2. Но тогда черные успевают поставить коня на Е5. То есть, по сути дела, белым не хватило буквально одного темпа, скажем, в какой-то такой позиции. Если бы белые имели бы ход конь Бет Е7 и Ф3, безусловно, они бы имели достаточно большой перевес. Но в шахматы играют, кажется, делают ходы по очереди. И мы видим, что не получается у белых здесь ничего. И после слона Ф4 последовали достаточно быстрые размены. Все ушло с доски. И, по сути дела, приговаривая эту партию к ничейному исходу. Тем не менее, противники делали еще какие-то механические ходы, дабы совсем не приводить в публику состояние Гроги. Но после разменов, что получилось? Что разноцвет совершенно элементарен. Нет лазей на доске. То есть здесь, в общем-то, ничья – это вопрос времени. И, по сути дела, таким вот образом партия завершилась. Безусловно, подобный сценарий не мог не радовать Фабиану тому, как мало того, что он защитил черный цвет, также он еще имел целый выходной перед решающей белой партией. И мы приступаем сразу к следующей партии, которой Фабиану уже, опять-таки, по известным нам мотивам, а именно, в Рианте Свешникова, применил опять-таки ход конь d5. И в этой позиции Магнус решил немножко сменить пластинку, которая, напомню, играла после конь b8. И в пользу хода конь е7. Ход второй по популярности применялся в далеком 1994 году самим Владимиром Борисовичем Крамником. И, собственно говоря, не так давно Владимир Борисович также играл и белыми, а именно на Олимпиаде в Батуми против команды Сербии. И после конь g6, как раз-таки, обе стороны шли по этой партии. Ферзь а4, слон d7, ферзь b4. Таким образом, белый пристает к пешке на d6. Слон f5. Вторая возможность, это ферзь b8 защита, но она менее комфортна. И после h4 Магнус решил ответить h5. Как раз-таки в партии Крамник-Роганович после хода h6 белые сыграли h5 и завладели достаточно неприятной инициативой. Партию не без приключений, но удалось выиграть. Партия очень симпатичная, советую просмотру. Но в нашей партии было немножко по-другому. Итак, последовал ход h5. С одной стороны ослабляющий поле g5, то есть белые где-то могут использовать вот этот выпад слона на g5. С другой стороны конкретно ход этот может быть и ничего и не дает. Черные имеют вариант ферзь b8, скажем, в дальнейшем этого слона будут выталкивать ходом слон e7. С другой стороны, какое-то время у белых есть на какие-то мотивы для использования как раз-таки вот этого темпа. Но тем не менее, ход слон g5 не был сделан. А именно был сделан ход ферзь a4. Черные повторили ходы. Таким образом показывают, что в общем-то готовы уже к ничейному исходу. Но партия продолжилась. И продолжилась она достаточно занимательно. Последовал ход слон e3, a6, конь c3 и ферзь c7. Таким образом, черные установили контроль над полем c5. И по сути дела осталось им немножко развиться. Развить фигуру слона на e7 и возможно осуществить достаточно типовой маневр для подобных структур. Перевод коня на d7 с целью обеспечения контроля, дополнительного контроля над полем c5. И вот здесь, начиная с этой позиции, игра белых немножко не была похожа на претендента. Итак, что же здесь произошло? Ну, пока белые сделали достаточно крепкий и хороший ход g3, слон e7. Начиная с этого момента, каруану как будто бы подменили. И ходы, которые делал претендент, скажем так, заслуживали отдельного внимания. Полагаю, что здесь можно было спокойно развивать слон e2 и с последующей рокировкой. Это достаточно логичное продолжение, классическое, которое сулило белым достаточно спокойную, свободную игру. Может быть, без претензий, но с другой стороны, наверное, у белых все-таки должно быть чуть получше. Все-таки пешка на h5 какая-то в подвисшем состоянии находится. Надо там время на нее тратить. Может быть, конь f8, конь d7, g6 как-то ставить. Но это время, опять-таки, этим временем можно воспользоваться, скажем, на ферзевом фланге. Так не последовал. Последовал ход f3. Ход, в принципе, возможный, но, опять-таки, нельзя бороться за перевес подобными ходами. Очень медленный ход. И после хода конь f8 белые продолжили вот эту вот стратегию. стратегию укрепления в центре в надежде на то, что продавят, возможно, либо белопол, либо поле g5, либо c5 проведут. Но у черных все очень надежно, все крепко, и их позиция приобрела достаточно хороший формат. То есть, каждая фигура теперь занимается собственным делом. Конь на g6, который был вне игры, теперь занимает отличное поле на d7. А белые за это время ничего, в принципе, особого не сделали. Сделали вид, что контролирует ситуацию. Итак, после рокировки. Короткой рокировки. Все были, все ожидали, что же будет делать каруана. То есть, черные сделали три логичных хода и улучшили свою позицию. Каруана здесь еще порадовал болельщиков в ходу млади h2. И вот здесь можно было уже констатировать, что что-то идет не так. Плюс еще время, при котором у Магнуса было все хорошо, в отличие от каруана. Каруана начал тратить очень много времени. Полить, по сути дела, его. В какой-то момент разница по времени составляла, фора по времени составляла уже 40 минут. Итак, ладь от c8, опять-таки, самый натуральный, самый логичный ход. И три нуля. Вот первое, что об этой позиции можно сказать, это полное безумие. То есть, вместо классического какого-то продолжения с короткой рокировкой, белые решили обеспечить совершенно не то, чтобы неадекватное, но чересчур агрессивное продолжение, которое явно наталкивается на спокойную контур-игру. Итак, Магнус опять-таки делает крепкий, надежный ход, подготавливает таким образом f5, ну и просто улучшает опять-таки позицию собственной фигуры. Просто позиционная игра. Ладья переходит на c2, то есть, именно в этом заключалась идея ладья h2, и после f5 белые после некоторых раздумий поняли, что им не так хорошо и приходится отступать на f2. Почему же он не отступил на g5? Вроде бы как бы разумно, то есть, белый конь направляется на пункт e6, однако здесь следует достаточно конкретный вариант. первый вариант это связан с ходом a5, а второй вариант еще более жесткий это ход e4, создавая так называемый конфликт на очень серьезном уровне. f, скажем, такой вот вариант заслуживает внимания и конь e5. Прошу прощения, не конь e5, конечно же, а fe. Так, конь e5 это баловство, конечно же, fe. И в этой позиции после слон e2, скажем, черные могут отъесть коня на g5 и после слон b g5 или hg поставить коня на c5. Таким образом он направляется в район пункта d3 и затем в общем-то колоссальное превосходство вот этого слона над чернопольником. Очень опасная позиция, может быть, просто тяжелейшая. Поэтому вполне возможно, что именно ход e4 ему уже приближение не понравился. Может быть, он просто недооценил. Последовал ход коня в 2 и здесь после хода конь c5 выясняется, что черные просто-напросто перехватили инициативу такими простыми натуральными ходами они получили прекрасную игру. Круана пошел f4 и в общем-то позицию многие специалисты называли для белых просто критической. То есть мог повториться ход повториться ход других матчей, в которых в последних турах одной из сторон удалось все-таки побеждать. Итак, нервы, нервы решают все. Итак, ход a5 последовал. Кроме хода a5 можно было задуматься о более жестком ходе, а именно о ходе b5. И честно сказать, вот после хода b5 белым просто не так-то просто найти даже следующий ход. Просто не так-то просто, да. То есть выясняется, что cb конечно же нельзя из-за хода d3. А в случае взятия на c5 dc мы видим, что черные могут вставить пешку как на e4 слон f6 выдвигаться, так и просто колоссально получить давление путем даже ef. Позиция крайне неприятная и скорее всего тяжелая. После b5 я не знаю как планировал играть каруана. Здесь мало того, что угрожает и конь d3, так и угрожал еще и a5. Ну Карлсон предложил ход a5, ферз d2. Здесь опять-таки можно не торопиться с ходом e4, можно пойти слон f6, но однако последовал ход e4, тоже достаточно крепкий, еще один гвозь убивается, слон e2, слон e8, слон теперь переходит на эту диагональ, то есть он здесь отлично поддерживает и b5, и выпады слона a4, король b1, уже не от хорошей жизни, слон f6, ладья e1 в этой позиции, Магнус решил сыграть a4, на мой взгляд, достаточно рано, тем не менее, после ферзь b4 сыграл g6, ладья d1, и в этой позиции, после хода ладья a8, для удивления многих, Магнус предложил ничью, при этом имея перевес как по позиции, так и по времени. с чем связано это предложение остается загадкой, полагаю, что все-таки что-то связано со здоровьем, потому что совершенно очевидно, что подобную позицию Магнус играл бы против любого шахматиста мира, будь он в хорошем состоянии. Совершенно очевидно, что с конем нацепить, бороться не так-то просто, а в случае размены чернопола в черных мало того, что защищенная проходная, так и опять-таки этот конь нацепять, опять-таки возможности игры с б5 с подрывами, то есть колоссальное количество идей в этой позиции для раскрутки. Но как есть, так есть, и мы с вами увидим тайбрейки, где большинство специалистов естественно отдают предпочтение Карлсону, полагаю, что не надо представлять и рассказывать как он силен при коротких контролях, но очевидно, что по игре на таких классических контролях Магнус играл крайне сдержанно, крайне сдержанно и упускал очень много перспективных позиций, более того, имея при этом пару подозрительных. Ну посмотрим, нам будет очень интересно, завтра, точнее сегодня, у них уже выходной, очередной выходной перед тайбрейком, и мы будем свидетелями колоссальной битвы на флажках. С вами был Владимир Добров, играйте в шахматы, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok,